так всем привет подписчикам подписчикам и всем остальным так вот наши восьмидесятка нас куном не показал когда косил когда сгребал в общем вчера вечером скосил овес утром сегодня сгреб и сейчас буду мотать это чистый овес я показывал вот он сейчас его буду мотать сенаж здесь у нас засеян овес клевер темопеевка посмотрим как дальше будет вот такие вот рулоны здесь 15 метров вышло 3 прокоса ешкой и получилось 10 рулонов есть я считаю что это неплохо я думал меньше будет так ну вот а почки сейчас мы будем это все дело кренать ладно получится так но начинаем мотать я здесь подвез эти рулоны чтоб в один ряд положить у меня специалист по опрыскиванию рулонов уже работает большая квалификация специально обученный человек приехал к нам выполнять эту работу так но это молочная кислота разбавлена где-то до пяти процентов делаю почему так делаю для чтобы не было поверхностной плесени пленку у нас твери купил кому интересно подскажу какая 750 район 9 с половиной тысяч иранская была белорусская белорусская дороже не стал брать но пока немецкую бобину доделываю а потом начну иранскую так что сетка тоже наша 12 400 в твери стоит прав по интернету не заморачивался брал здесь а когда на поле 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 ну что-то такое кому что будет интересно пишите комментариях напишу контакты или может сниму видео где еще находится ладно все начали обматывать потом следующий каким-то рулона покажу так ну 1 готов почему не кладу на поле сюда не оставляю вот этот стерня остатки они прокалывают пленку и здесь также смотреть в старье где-то что-то может проколоть эти рулоны и это как бы очень плохо и потом и хрена хорошего не будет тоже стоит не очень у нас на бок обмотчик ну такая нет на сейчас попробуем маленько перестать перед попробовать начать специально обученному человеку даже говорить нечего он сразу все знает работает стоял старался повыше брать чтоб никакого не старья не земли не не обматывает брать это видать крайне тут ларек волок который попадал с это натяжку не регулирую стою рукой так так что про он хочу сказать вот когда он резко выкидывает его бывают вот такие вот трещины это именно и из-за падения то есть их обязательно смотреть и все это дело устранять так 750 мотаем сейчас скажу у нас рулон метр двадцать на метр двадцать пресс класс 46 рулон в районе 500 600 килограмм получается сенажа мотаем 16 оборотов 16 оборотов это получается в два слоя но смотрю где-то 17 оборотов делаю чтобы вот этот первоначальный слой как бы перекрывался чуть побольше ну в принципе два раза обернуть достаточно для этого сенажа сейчас я вот таким с этим сантехническим скотчем заклею он маленько понадежнее чем простой ну а покупать специально этот скотч что очень очень дорого ну ладно работаем дальше так но про кислоту раз к можно любую пищевую кислоту использовать вплоть до уксусной яблочный какой-нибудь но будет запах не думаю приятно неприятно как бы а вот муравьиное молочное они как бы меньше такой имеют запах но не ухудшают вкусовые качества и как бы является консервантом можно конечно и консервант для селостных ям покупать и также опрыскать можно на пресс подборщик поставить и порсунку чтоб он сразу прыскал почему не ставлю потому что ну как бы кислота жалко пресс этот вот так вот на бок получился рулон потому что одну сторону больше набил другую меньше но это моя вина как бы косилка волок делает двухметровый если бы на классе бы у меня стоял двухметровый подборщик то можно было бы и не сгребать а сразу за рулонник но у меня стоит полтора метра у мне пришлось маленько валки сгребсти и рулонник один край просто про маленько бывает это не не то что так сильно провально здесь еще бугор как бы он боками ну там все равно видно где-то какие-то кто-то лежат ну сейчас продолжаем есть рулонов с такой площади сейчас скажу засев был у меня пять мешков получил я 10 рулонов 5 мешков по 40 килограмм и этого овса ну плюс трава еще останется на следующий год так что в этом году с овсом хорошо хотя его поздно за сеял поехали вот такая вот натяжка